ребята всем большой большой привет спасибо всем кто писал в комментариях по поводу выздоровления мы выздоровели поправились все не чувствует себя прекрасно как только мы начали пить антибиотики в общем все температура пропала ушка не болит то есть сегодня был крайний день мы приняли крайний антибиотик то есть все больше мы их пить не будем пропили пять дней достаточно там написано 5-7 дней но доктор сказал посмотрите по состоянию на пяти дней в принципе достаточно вот что еще хотел вам рассказать сегодня у нас важный день у вадима значит сегодня у вадима будет первый курс обучение программирования немножко предыстория так меня звонит ксюша сейчас перезвоню и предыстория в общем у нас продлили карантин и у ксении и у вадима мы сидим дома и уже не знаем чем себя занять давно мы с вадей хотели найти какую-нибудь школу программированием именно в онлайн да чтобы не ходить куда-то на занятия а уделяет например час небольшим дома чтобы заниматься программированием коротко объясню урок будет сегодня вечером сейчас расскажу в общем мы нашли одну школу все ссылки вам обязательно оставлю в описании по отзывам пор по тому как сертифицированные все преподаватели и так далее да вот в общем к чему я все это веду вот смотрите каждый наверняка ребенок 21 веке я думаю что практически каждый сидит в телефоне что он делает он играет в игры не только в телефоне но и в компьютере играет в какой-нибудь minecraft roblox какие у нас еще есть такие которые точно знаю игры в общем можно это все совмещать то есть мы можем играть в игру и плюс обучаться как это все работает как это все создается и так далее мы с мужем подумали а почему бы и нет то есть вадим будет не просто играть до выделенное время ну когда ему разрешается поиграть в компьютер или телефон а он будет еще и ну как бы изучать да это это направление вот в общем сегодня вечером хочу показать вам знаете обычно вот что-то там происходит мы пошли куда-то на курсы потом я вам взяла вот так вот все рассказала то есть кто-то заходит на сайт смотрит а когда я вам буду все это показывать мне кажется это будет намного нагляднее предмет пример да и вы сможете сами увидеть как ребенок занимается в общем я решила что и сегодня поснимаю так сдалека от водюшки как-нибудь сбоку снимай чтобы ему не мешать как будет проходить процесс урока да конечно не дни прям целый урок урок будет длится час 20 минут если не ошибаюсь а самые такие моменты ну да как они общаются что происходит вообще чтобы ввести вас курс дела вот и я думаю что многие из вас смогут для своего малыша тоже определиться с курсом да с такими курсами называется магия программирования в общем вадим уже не может терпеть мамочка читает часы когда же когда же начнется этот курс вот так что сейчас я еду по своим делам а потом возвращаюсь домой открой вадюшки компьютер мы списались уже записались на пробный урок и сегодня на пять часов мы будем проводить онлайн пробное онлайн занятие ну что вадим что готов до чего ты волнуешься первое занятие потому что да слушай все внимательно ну конечно же записались и вот сейчас первый курс будет а первый первый урок ну там сейчас как нам скажет завтра или на другое время договоримся в общем давай слушай внимательно удачи тебе а то запрограммирую что-нибудь да ждем сейчас начнется урок да да года два года два ну короче солидно а играешь на компьютере или на телефоне на телефоне ага то есть я тебе приветствую познакомиться с игрой на компьютере ну ничего освоиться а на компьютере во что-нибудь играешь ну только ward of tank любой опыт взаимодействия с компьютером нам сегодня пригодится так вот ты очень точно сейчас достаточно сказал да потому что процесс программирования это написание программ а программы это и есть те самые задачи про которые ты говорил мы составляем список задач какой-то и расстояние только от центральной точки мира ты можешь пройти вперед или назад блоком всего координаты три и эти три координаты определяют положение любого блока в майнкрафте есть контакт да остался 1 1 цифра абсолютно верно сверху сервер нажимай на него сверху сервер где а вот нажал включится подключиться программирование это когда мы даем команды компьютеру телефону человеку что нужно сделать это последовательность команд является программы правильно да майнкрафт это игра состоящая из блоков каждый блок это всего лишь четыре цифра а вот сейчас подойду а вот он начинает появляться замок а сейчас как раз очень вовремя настала ночь потому что первая программа написали ребята это вроде тебя на занятиях, и я ее с тех пор использую в пробных занятиях, да? Это программа гирляндовая. Мы хотели создать атмосферу праздника в этом замке, и запустили такую программу гирляндов, которая будет падать с неба. Загляни, я тебе программу покажу. Загляни ко мне в экран, вся мини-игра у нас помещается в один экран. Я тебе, в пример, расскажу, что здесь происходит. Смотри, у нас есть вот такая штука. Ну-ка, говоришь, как это переводится? Паймер. На 40 секунд? На 40. Таймер на 40. Абсолютно верно. Дальше у нас вайлд таймер больше нуля. Пока таймер больше нуля, будет что-то происходить. А что конкретно? Будет определяться координата персонажа. Затем, если персонаж находится внутри этого поля, то над ним, над ним, появляется наковальня на высоте плюс 5 блоков от персонажа. Ага. Ничего себе, у меня наковали, но уже нападло. А, я еще не остановился. Так, 5 секунд осталось. Давай, давай, давай. И что в чате написано? Я выиграл, ура. Ну что, тебе в качестве награды арбуз отправляется. О, спасибо. Номер 3. Берем арбуз. Дело в том, что я в детстве очень увлекался легендами о Гарри Поттере. И как-то прочитал все книжки. И, в общем, у меня это очень тема волшебства, она захватила. Да? И у меня возник вопрос. А как сделать так, чтобы занятия были интересными? Да? Три волшебника должны были утонуть в реке, потому что мост под ними должен был сломаться. Но так как они были волшебники, а один из них взмахнул волшебной палочкой, и мост прям под ними починился. Правильно? Да. Вы знаете, что с тобой можем сделать? Я придумал. Нажми клавишу «С» Ага. Настройки. 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 Графики. Второе. Вторая кнопочка. Графики. И прорисовку давай сделаем меньше блоков. Так. Так. Оп. Оп. Все. Вот эта коротенькая программка, она мне очень-очень нравится. Почему? Она, с одной стороны, очень короткая, а с другой стороны, она довольно зрелищный эффект. Что здесь у нас происходит? Вот это вот, это цикл на 60 повторений. И стараются другие команды 60 раз. Угу. Окей? Да. И 60 раз она заставляет повторяться команду, тебе уже знакомую. Да. Сет блок. Что делает команда? Делаю, ну, две-две блоки. Ставит блоки. Да. Абсолютно верно. Благодаря этой программе можно создать имитацию парящих свечей, то есть передвигающихся под потолком. Так. Я запускаю эту программу. Так. А ты заходишь в Майнкрафт, ты смотришь, как она сработала. Так, вернуться к горе. Смотри, по потолу. А, фига себе, они двигаются прям везде, везде, везде. Ага. Казалось бы, да? Всего-то там десяток строчек кода. А, эффектно. Ага. А, поршни, получается, да? Двигают липкие поршни. А, да, я слышала о таком. В волшебном, да, замке был коридор, в котором лестницы двигались случайным образом, да? Которая заставит лестницу передвигать. Видишь, они исчезают и появляются. Да. Да, да, да. Опа. А мы с тобой попробуем подняться на самый верх. А, ну чего, в этом и заключается суть сложности испытания, да? Нам с тобой надо подняться наверх. О, появилось. Давай скорее наверх. А! Так. Сначала до меня дойди. Я вниз упала. Сначала до меня дойди. Да, ничего страшного. Давай, мы справимся. Ура. Все, Юля, теперь на следующей лестнице. Я сначала. Сейчас. У меня доходи. Ух ты. Три, два, один, ноль. Смотри. Изумруд. Крипер. Глава Крипера. А, да, да. И строит эту голову Крипера полностью программа? Да. Давай, отсчет, отсчет. Три, две, одна, ноль. Ух ты. В меня чуть не врезалась эта башня. Ух ты. О, они правда разные. Соответственно, то, что ты видишь, делается при помощи программы. И такая программа позволяет нам строить всякие разные штуки. Так, сейчас я сплю. Ну, видишь? А, вот, да, вижу. Так, вагонетка нужна, да? А теперь, да. Нажимай на вагонетку правой кнопкой мыши. Так. А теперь я тебя отправляю. Окей, куда я еду. Ну, вот, собственно, обучение таким программам, да, это и есть главная цель и задача нашего курса. А дальше я тебя буду перемещать при помощи телепортации. Хорошо. О, мы в каком-то туннеле. Сейчас мы с тобой попадаем в город, в котором каждый дом создан программой. Ух ты. Давай, ты помнишь. Сундук. Да, ты можешь, подходит к концу. А если у тебя какие-то вопросы остались, да, там, перед чем ты отправишься гулять, ты можешь их задать. Не, у меня вопросов нет. Мне очень... А еще, кстати, мне очень понравилось. Путешествую по замку. Вот. Да, да. Именно такой эффект мне бы и хотелось производить. Спасибо за урок. Большое. Не за что. Ну что, как твое первое занятие прошло? Вообще, очень понравилось. Я узнала много всяких команд. То, что можно перемещаться. Я даже Ксюше хочу их показать. Да, сейчас покажешь. Скажи мне, пожалуйста, а что больше всего тебе запомнилось на этом первом уроке? Это же первый такой серьезный урок программирования вообще в твоей жизни, так скажем. Больше всего, да. Больше всего мне понравилось то, что мы разговаривали о командах. Команды самыми... Команды программирования. Вот я запомнила сетблок команду. Mycare.setblock, ну и команда. То есть это команды, получается, вы сами, да, делаете, создаете? Здорово. Ты еще, знаешь, что мне, пожалуйста, ответь на вопрос? Ты бы продолжил этот курс? Да. Да, хотел бы продолжать? Ну, я не знаю. Мне кажется, это очень классная игра. Я наблюдала все это время. Вот, поэтому мы продолжим курс. Спасибо большое. Как зовут? Никита, помнишь, да? Никита, который проводил этот урок. Все было доступно. Вообще, ну, мне очень понравилось. Ну, самое главное, что не мне, а что Вадим. Он любит, любит что-то новое, познавать. И я хочу сказать то, что вот, это вот, допустим, я нажимаю на рычаг. Угу. Он выключает, выключает свет. Это тоже самое программирование. То есть это ты, ты сейчас уже знаешь эти команды, как это делать, да? Да. То есть получается, если сделать вывод, то все вот эти команды создали ученики этого курса, да? То есть какие-то ковры красивые там. То есть если я захочу, я могу попросить, то есть я тоже создам какую-то команду свою. Да, если ты научишься, будешь заниматься дальше, то ты сможешь сам уже какие-то команды. Слушай, ну классно. Очень здорово, что дети идут в ногу с поколением, да, так сказать, потому что сейчас мир вот этих технологий, всяких программ. Мне кажется, это здорово, интересно ребенка, как минимум, да, Вадюш? М-м-м. Так. Неожиданно. Я думала, что тебе будет не очень интересно, так как ты знал эту игру. А оказывается, создавать программы, это гораздо интереснее, чем играть просто, да, в нее. И знать, как создается это все. Да, Вадюш? Ну вот это вот, вот это здание, оно создавалось командой. Вот этот замок, он создавался командой. Угу. Какой, покажи еще раз. Замок вон тут. Да, вот замок. Я могу к нему сейчас даже подбежать. Так. Вот, смотри. У меня есть такой меч, я сейчас даже без учителя могу показать. Так, давай, покажи. Смотри, у меня есть меч. Угу. Я такой вот сюда. Так. Он должен вообще пропасть. Вот, видишь, у него бортики пропадут. Да, да. Это тоже все создали ребята, которые занимались на этом курсе, да? Угу. Чтобы обучаться в онлайн-школе профессора Эншера, нужно что? Чтобы ребенок был от 7 до 14 лет. Второе. Нужно базовое знание компьютера, то есть, чтобы ребенок понимал, как пользоваться мышкой, enter, пробел и так далее. Ну, я думаю, что в нашем поколении, в поколении наших детей, они понимают это все прекрасно. Вот. И еще один нюанс – это знание английских букв. Все. То есть, и можно, пожалуйста, уже записываться на такие занятия, да, ну, на уроки. Так, все подробно и в порядку. Значит, огромный плюс, что в онлайн-школе есть малые группы. То есть, не по 30 человек, даже не по 10, а всего лишь по 5 человек. Поэтому внимания преподавателя будет хватать для всех учеников. Дальше. Обучение построено в такой вот игровой форме, да? И поэтому на протяжении всего урока преподаватель выстраивает диалог с учеником, отвечает на какие-то вопросы, да? То есть, они весь урок взаимодействуют друг с другом. По поводу расписания, да, наверняка вы зададите вопрос. Кстати, ссылки я все оставлю в описании. Более подробную информацию, конечно же, вы найдете все в описании. Расписание подбирается под каждого ученика. То есть, занятие проходит раз в неделю, но расписание, оно индивидуально может подобраться, потому что, ну, у нас как школа, подготовки, тренировки, заболели, уехали, перенесли и так далее, да? То есть, во-первых, вы выбираете сами день, когда вам удобно. В этой школе используется система факультирования, благодаря которой можно отрабатывать пропущенные уроки, да, для того, чтобы не отставать от основной группы. В онлайн-школе профессора Эншера есть три курса. Это алгоритмика, программирование и 3D-моделирование. Друзья, ну и, конечно же, для вас я попросила промкод на скидку 600 рублей, который будет действовать до конца января 2023 года. Промкод на сумму 600 рублей, который называется Галлас Влог. Вот, вам нужно всего лишь перейти по ссылке, записаться на урок. Напоминаю, что первое пробное занятие абсолютно бесплатное, и это может еще стать отличной идеей для подарка вашему ребенку, если вы не знаете, что подарить на Новый год, кстати, на день рождения, да, или просто порадовать своего ребенка, то вот вам такая идея. Так, все, значит, я иду заниматься своими делами, а вы пока переходите по ссылке и ознакомьтесь с онлайн-школой профессора Эншера. Субтитры создавал DimaTorzok